Ван бито хато, друзья! С вами Морская Свинья, и мы проходим последнюю главу. В этот раз мы будем заводить друзей. Как вы помните в предыдущей серии, что Микадо это и есть на наше, и это просто вынос мозга, я не понимаю, как это произошло. Сегодня, давайте сначала вообще посмотрим, сколько у нас друзей. Это один человек, да? Это второй человек. Третий. Четвертый. Пятый, шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Стоп, должно быть десять, по идее, но... Но я не знаю, конечно. Ну, давайте начнем вот с... Вот с этого конца, я думаю, будет поинтереснее. Поговорим вот с Литтл Берри сегодня. С маленькой ягодкой. Точнее, ее зовут по-другому, Сагара. Добрый день! Что это? Если подойдешь слишком близко, ударная волна моего грозового манджи достигнет тебя, понимаешь? Это Сагара, помощница в кондитерской. Ее действия и идеи немного не от мира всего. Ей нравятся торты и то, что под стать ей личностью. Ой, нет, не то. Тортики, тортики. Ну, тут нет тортиков. А, вот торт. Ах, шоколадный торт. Видишь ли, Сагар очень любит этот торт. Спасибо. На наши, ты часто приходишь сюда, все нормально? Если тебя затянет в темную вселенную, Сагара не несет за себя ответственности. Ох, у меня есть способность, позволяющая свести все на нет, так что все в порядке. Ммм, силовое поле? Как подло. Сагара, спрошу снова, какая именно у себя способность? Тот, кто узнает правду, погибнет. Это не менее подло, чем силовое поле. Ну, Сагара сильнейшая. Вот почему организация охотится за ней. Видишь ли, что случится, если организация найдет тебя? Если они словят меня. Хм. Ох, они разрежут меня скальпелями и будут исследовать мои способности. Ужасающе. Какой ужасающий осмотр. Сагара должна защищать свои секреты. И знаешь ли, ты будешь попасться, если тебя посчитают моим сообщником на наших. Ох, со мной все будет в порядке. Почему? Почему это? Если это защитит тебя, я готов стать врагом для всего человечества. Вау, это так круто. Я запомню это. Большое спасибо. Итак, прямо сейчас на нашей Сагары должны заключить контракт. Контракт? Что ты имеешь в виду? Резонирующие души должны стать сильнее. Единственный, кто может противостоять черной как смоль силе Сагары, это ты, Нанаши. Заключи контракт с Сагарой и стань девочкой волшебницей. Ух, не знаю, какая из меня выйдет волшебница, но можно заключить контракт без этой части. Позволяю. Тогда я согласен. Слава, с этого момента Сагары на наше связаны контрактом. Видишь ли, назад пути уже нет. Ох, я забыла про свой ежедневный обряд. Но на сегодня наши пути расходятся. Ладно. Чёрная косая волна дракона. Пекло борца восьмилистного лотоса. Что ж, ты проходишь. Большое спасибо. Но знаешь ли, я удивлена, что ты в полном здравии. Организация когда-нибудь нападала на тебя? Не беспокойся, у меня есть способность к хитрости. Вау, ты силён. Это такое облегчение, знаешь ли. Ты знаешь кого-нибудь из членов организации? Да, я нашла одного. Кто же это? Сюда, сюда. Сюда. А, это всё? По правде говоря, нет такой загадки, которую я не смог бы разгадать. Чего и следовало ожидать от гения. Я идеален. Вон. Эм, он конечно подозрительный, но... Видишь ли, он всегда говорит об анализе и объяснениях. Он наверняка заодно соорганизацией, знаешь ли, даже не пытается скрыть это. И что же нам делать? Прежде чем он схватит нас, мы схватим его. Давай придумаем плод действий. Нельзя просто так внезапно запрыгнуть на него. Эм, ну что же нам делать? Вначале мы проанализируем Изу, члена организации. Найдя его слабые места, мы точно победим. А, ясно, ясно. Что ж, давай понаблюдаем. Узнала что-нибудь? Думаю, этот парень странный, ты знал? Ну, это из первого взгляда ясно. Итак, как ты думаешь, как нам победить его? Эм, бычекотать его? Или ущипнуть за щеки? Или дёрнуть за волосы? А затем убежать? Вот мы и решили. Ага, сделаем так в следующий раз. А, почему не сейчас? Перерыв прошёл? Так, пожилая дама. А, понял, удачи в магазине. Ага, пока-пока, до свидания. До свидания. Чёрная косая волна от дракона. Пекло борца восьмилистного лотоса. О, хорошо, ты принял верную стойку. Рассекаешь воздух движением руки. Это даже весело. Итак, знаешь ли, сегодня мы уничтожим члена этой гнусной организации. Согласно нашему контракту. Я знала, что он будет здесь. Ага, мне интересно, почему он всегда на пляже? Кто знает, он всегда собирает ракушки. Ах, ясно, это источник силы организации. Они снабжают силой магистра тьмы. Ох, вот как. Значит, Сагара должна остановить его. Я иду с тобой. Хия, секретная атака страдающего глупца. Полыхающий пламеньем лакомый кусочек шума. Что вы творите, глупцы? Эм, ага, неряшно вы-то как. Прекратите. Ой. Ай. Ах, вы глупые простаки. У вас нет ни малейшего понятия о хороших манерах. О, ну, можно ли напасть на вас? Уже слишком постно, бессмысленно. Проклятый пес организации, настал день, когда я покараю тебя. И ты тоже. Перекращай уже с этим. Каждый раз одно и то же. Это уже слишком скучно. Это уже не в первый раз? Именно. Выкрикивает непонятные слова и бежит. Ей перед не зашли, слишком далеко. Видишь ли, у Сагара есть особые силы. Тогда покажи мне свою силу. Силу, всю силу своей темной вселенной, если сможешь. Я признаю поражение. Темная вселенная скрыта от глаз у обычных людей. Как по-дурацки. Думаю, прежде чем говорить. Только идиоты могут называть других идиотами, идиоты. Что? Ты только что называла меня идиотом? Ау, и Сагара, возвращаемся. Я еще не закончила. Мы станем сильнее, а затем победим его. Хм, как скажешь на наше. Парочка простаков. Я еще не закончила разговор. Возьмите свои слова обратно, эй! Чёрная коса и волна дракона. Пекло борца восьмилистного лотоса. В итоге у нас не получилось победить его. Хм. Свержение организации долгий тернистый путь. Но во имя спасения мира, Сагара продолжит сражаться. Во имя вечного мира во всем мире. Я тоже буду сражаться вместе с тобой. Хе-хе. Тогда на наше ты должен заключиться на официальный контракт и провести обряд. Обряд? Ты должен помочь стартами, продажа которых начинается сегодня. Это и есть обряд? Видишь ли, нужно набрать кассу. Понял. Слушаюсь и повинуюсь. Касательно контракта с моей стороны, пожалуйста, ответь меня как своего друга. Хорошо, ладно. Это тоже контракт. Славно. Большое спасибо. Что ж, как видите, Сагара и Нанаши заключили контракт. Будем трудиться вместе, дабы очистить этот мир от скверной хаоса. Хорошо? Да. Ох, видишь ли это доказательство нашего контракта. Делай с ним что хочешь. Вау, круто, я могу прицепить его на одежду. Если твое тело и душа слабы, он может испортить тебя. Значит, буду использовать его как украшение. Ладно, видишь ли, мы еще встретимся. Ох, так же я буду рада, если ты купишь торт. Пока-пока. Добрый день. Видишь ли, закручив контракт, мы стали очень сильны. Будь осторожен, не позволить завладеть своим телом на наше. Звучит очень странно. Так. Один человек есть. Дан, можно сказать. Теперь поговорим с Патетой. Ах, Нанаши. Нанаши, хочешь поиграть? Эти, они... Патетой, извлечи, поменял местами человека собаку. Им нравятся напитки? Напитки? Палмикс, люблю. Палмикс любит. А может сода сидр? Нет, не очень она любит. Ва, Кула, Патета просто обожает ее. Хорошо, значит, Кула-Кула и Палмикс. А, это Нанаши. Нанаши. Нанаши, давай поиграем. О, Патета и Патеты, привет. Спаси меня, эта девчонка не знает жалости. Ох, Патета, не тереби так сильно ее шерстку. Хорошо. Изучи, все еще работает над этим? Да, он сказал, что это займет какое-то время. Но я все еще с трудом верю, что Патета-собака на самом деле это девочка. Что за... Не знаю, но я правда не могу представить, как Зуст этой милой и радостной девочке может услышать группой «Я Патета». Должно быть, потому что меня зовут не Патета, но все зовут меня так с тех пор, как я стала собакой. Тогда почему Патета-девочка не называет себя твоим именем? Потому что Патета-это Патета. Ах, кака. Отвечай за себя, сколько бы я ни просила, она не собирается называться моим именем. Какое твое настоящее имя? Эруно. Фамилия? Кёка. Эруно-кёка? Какое крутое имя. Но Эруно, разве ты не называешь себя Патета? Я не собираюсь называть таким именем собаку. Э? Главное не то, что снаружи. Главное то, что на три. Эм, Мэо так сказала. Для меня это многое значит. Хоть ты и часто сбегала, но могу представить, как волнуются твои родители. Они вовсе не беспокоятся за меня. С самого рождения я для них просто абуза. Эруно, ты жалеешь, что родилась? Конечно, тогда бы не случилось всей этой брехни. Ясно, люди говорят мне, что лучше бы я никогда не рождался. Но лично я думаю, хорошо, что я родился. Наверняка потому, что у тебя приличная семья. Конечно, у нас обычная семья, есть отец и мать. Но каждый раз, когда они злятся на меня и прочее, я понимаю, что это частица их любви ко мне. Если тебя вообще не волнует человек, ты просто пытаешься избегать его и оставаться в стороне. Ты не хочешь, чтобы тебя напрасно беспокоили. Боже, окружающие тебя люди просто нечто. Это не просто, потому что я чудак. Даже я могу это сказать. В любом случае, суть в том, что... Патета, ты все еще можешь с ними связаться. Так что все в порядке. Связаться? А, Эм, Патета, человек, на твой битфон приходят сообщения, верно? Что? Ага, иногда слышат звонки. О, да, мы можем... Мы же поменялись телами, потому на мне сейчас не мой битфон. Ты же только сейчас это поняла? Ахаха. Но битфон на моей голове. Эм, ушах. Это сделал Изучий, он сказал, что ему нужно проверить. Эм, мозговые волны? Я в замешательстве. Ну, она может открыть окно сообщений. Если научишь ее пользоваться сообщениями, то она может отправлять твоим родителям письма, верно? Я подумаю над этим. Не торопись. Нанаша, Нанаша, под это хочешь играть? Конечно. Это было весело. Эй, ты, до самого рождения была бездомной, да? Нет, у меня были хозяева. Они играли со мной на берегу моря, они сказали, что еще вернутся, и я ждала их. Когда это было? А, Изучий сказал, что этому вспоминанию уже два года. Ха. Как только вернем себе наши дела, приходи ко мне. В дом Эрона? Ага, аллергии ни у кого нет, уверен, никто не будет против собаки. Я уговорю их. Хорошо. Чудесно. Под это хочет играть больше и больше. Хочет бегать, хочет спать. А зачем снова играть? Хорошо, когда-нибудь мы снова сыграем. Тогда обещай лентой. Лентой? Завяжи ленточку, обещание будет выполнено. Понял. Эрона тоже. Погоди, не завязывай ее на меня. Не на хвост. Эй. Ах, Таташи. Ну, я думаю, сейчас уже нет смысла. Ну, мы, конечно же, проверим на всякий случай. Ладно, это вообще бессмысленно. Ну вот, с ним мы тоже уже поговорили. Так, теперь вот эта девушка. Ох, дорогуша, проходи. Ох, не думаю, что тебе нужно предсказание. Но можешь приходить в любое время. Кия. Это прорисательница Мео. Она известна благодаря своим предсказаниям. Ей нравятся... Держу парень необычные вещи. Ну, это, видимо, не такое необычное. О боже, афра так забавная. Можно примерить? Можно? Кия, спасибо. Ого, она наша, добро пожаловать. Мы здесь, мне здесь рады. Итак, ты хотел что-то спросить у меня? О, конечно, мне интересно... Меня интересовало предсказание. Но вообще-то я и сам прекрасно все вижу. Так что предсказание для меня что-то вроде спойлера. О боже, это тоже прорисательно, наша. Не совсем прорисательно, но можно и так сказать. Хе-хе-хе, да, соперник очень хорошо. Осознание этого наполняет меня пылом. Или, возможно, я буду тебя обожать? Что вы, госпожа, вы восхитительны. Хе-хе, я так рада. Я хорошенько постараюсь. Я всегда представляла себе предсказания с хрустальными шарами и таинственными заклинаниями. Ну, что делать и вы? О, есть такая вещь. Хе-хе, как карты Таро. Ох, подумай только. Но в наши дни молодежь игнорирует прорицателей. Они пользуются только приложениями. Это серьезная проблема. Я просто вне себя от злости. Ага, не могу представить, чтобы у шатра предсказателя народу было в брут-бруде. Именно. Разве не ужасно, что они не заходят ко мне только потому, что лишь 20% моих предсказаний сбывается? Эм, думаю, этот процент куда ужаснее. О, ну это же два верных из десяти. Ну, думаю, что это довольно неплохо. Подумайте о тех восьми людях, которые получили неправильное предсказание. Ага, вот как. Значит, я думаю, что если бы верных предсказаний было больше, то и посетили было бы больше. Разве я что-то говорил? Хе-хе, ладно, я уж постараюсь. Хе-хе. Я верю вас. А, ей можно карты Таро подарить. У нас уже те были. Я их тут не вижу. Вот, карты грешников каких-то. Нет, хе-хе, не то. Или у нас не было никогда этих карт Таро, мне просто это кажется. Сборник скороговорок нет? Ладно, афро. Что ж, я предскажу вашу судьбу. Ох, посетитель, наверное, мне стоит подождать. Ммм, да, вы принимали недавно ванну? Я, я так и знала. Вы завтракали? Да, именно, да-да, хорошо начали. Это же обычные повседневные дела. Так что, вы хотели задать вопросы? О, да, прошу. Кто ваш суженый ряженый? Я, молодость. У вас есть парень? Да, я уверена в этом. Славно, я вижу вас насквозь. Прошу, где откроет независу будущего. Кажется, она говорит предсказание на обум. Ах, я вижу, ваш суженый живет в квартире по соседству. Что, по обе стороны вашей квартиры живут пожилые дамы? Не, как уныло. Ну, тогда ваш ряженый живет рядом с ними. Молодой парень, который учится в колледже? Да, это наверняка он. Как удачно, что он всегда был рядом с вами. Э, он не в ваших вкусах? Ну, судьбе не прикажешь. В любом случае, вы сами творцы своего будущего. Посетители еще и спорят с предицательницей. Итак, как у вас дела с парнем? Хм, вы поругались. Ох, дорогуша. Прошу, выскажите мне. В конце концов, со мной можно поговорить по душам? Ну как, чувствуете себя лучше? Славно, славно, это чудесно. Время от времени выражайте ему свою признательность. Да-да, до свидания. Мео. О боже, на наши это ты. Извини, у меня была работа. Без проблем. Так вот, какое ваше предсказание. Да, посетительница, кажется, осталась довольна. Сами звезды благословляют. Благословляют меня и указывают верный путь. Я. Это не... Это было не гадание, а скорее консультация. Что? И должен заметить, ваши предсказания не дали никакого результата. О боже. В таком случае вы станете содержать не шатер предсказания, а обычный магазин. Это вызывает беспокойство. Быть может, все же стоит рассмотреть эту идею. Ох, нет-нет, в округе так уже полно различных магазинов. Тогда вы должны предсказывать лучше. Ай, что же мне делать? А я подумаю над этим. Ах, правда, я так рада, полагаюсь на тебя. Хорошо. Мне песня эта нравится, она такая расслабленная. Под нее спать хорошо. Я спать хочу просто. Ой, я шоколадный торт из-за чиндала. Блин, ей что, афра уже не нравится? О боже, ну наше, добрый день. Здравствуйте. Итак, интересно, что же ты придумал? Ох, я думала над этим. Кеа, правда? Что и что? Пожмите мне руку. Да. Сделайте так три раза. Хо, вот и все. Э, теперь верных предсказаний будет больше. Ха, учитывая ту сферу деятельности, которой я занимаюсь, звучит странно, но в это сложно поверить. Просто попробуйте. Ох, посетитель. Ах, да, добро пожаловать, сейчас подойдет. Он что, я передал какие-то, не знаю, мозговые волны, которые он считывает? А затем, ах, ваш питомец. Начнем. А, все понятно. Ах, знаю, попугай. Ох, я права? Хе-хе, звезды благословили меня. Итак, что вам предсказать? Что, надведь наше признание? Ох, уже эта юность. Что? Я не могу предсказать будущего, но... Хоп. Хей, ла-ла-лей. Где вопрос, а где ответ? Удача, боже, отчетливо вижу, вас ждет удача. Хе-хе, как мило, удача. Ох, можете купить талисман, он помогает в телах любовных. Вот так это, ребята, предсказание делается. Мне это прямо напоминает игра на антидрю, призрак гостиницы, когда, помните, там тетка под столом поставила там огромный такой мегнитофон, типа, и у нее там призраки ходили. Если это спойлер, кто не играл, то... Простите. Я играла давно уже. Ха-ха. О, боже, Нанаш, и ты устал? Ах, не беспокойтесь. Хе-хе, все идет так гладко, сила звезд со мной. Я бы хотел стать звездой, но не такой. Возможно, теперь дела пойдут лучше. Я уж постараюсь, хе-хе. Рад, что вы чувствуете себя лучше. Да, это случилось после того, как ты здесь появилась. А неужели, Нанаш, и ты посланник звезд? Воу. Боже, почему ты закричал? Ничего. Ясно, я уже утомилась, пора закрывать лавку. Спасибо тебе, Нанаши. Пожалуйста, прошу извинить меня. Ну все, сейчас мы станем уже друзьями, наконец-то, да? Ого, Нанаши. Здравствуйте. Ах, да, я бы хотела поблагодарить тебя. Прошу, выслушай мое предсказание. Но в моем кошельке мыши завелись. Ох, ради бога, нет, бесплатно. Это ведь мой подарочек. Ах, хотя... Запишу это как должок. Ох, ясно, ладно, давайте. Да-да, тебя что-то беспокоит? Эм, что же... Ох, каким я буду будущим? Скажем, лет через восемь. Мы уже знаем это, Нанаши. Ты будешь таким... В принципе, неплохо он выглядит, но... Он какой-то странный, и вообще... Он мир хочет уничтожить, и... Все, так необычно. О, неожиданно, я предхожу. Но Нанаши через восемь лет. Уху-ху-ху. А? Что? Ох, забавно. Что же это, не разбериха? Ваш остальный шар выглядит зловеще. Что это значит? Товое будущее сокрыто завесой тайны. Кеха. Что? А, не очень хорошо в качестве благодарности. Ах, прошу, давайте дружить. Этого тебе достаточно? Так будет лучше всего. О, боже, хорошо, вот. Спасибо. Славно. Моистины чудесны. Ха-ха-ха. Давай почаще проведите время вместе. И возьми это, поскольку... Твое будущее не так неясно, и там тебе этот мини-шар. Вау, большое спасибо. Если хочешь узнать свое будущее, приходи ко мне. Я предскажу твою судьбу в любое время. Ведь я не ручаюсь, что все сказанное мной оправдно. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, вот с этим мы уже поговорили. Эту ветку мы полностью сделали, можно сказать. Теперь у нас остался Айра и Изучи. Ну, поговорим с Айрой. Привет. Айра в порядке. Это Айра, но по сути она андроид. Ей нравится, но, пожалуй, ее вкусы совпадают со вкусами родителей. А, ну эти родители я знаю. Ой, нет. Вот лекарства для желудка. А, нет. Че им там нравилось? Ему вроде протеин нравился. Да, вот. Вау, протеин. Люблю его. Вот так вот. На тебе еще протеина. Хе-хе. Еще больше протеина. На еще протеин. Ой, цветочный чай. Протеин, протеин. Привет, Нанаши. Привет. Нанаши, у тебя есть мама и папа? И оба здоровы. Они лазят? Да, они оба очень хорошие. Наверное, именно поэтому я никогда не был бунтарем. О, а Айра была. Айра, кто твои родители? Мой отец безумный ученый Кири. Благодаря нему я была рождена. Но я подумала, что мне чего-то не хватает. И? Айра сбежала из дома. Безумно. Мать Айры сумасшедший доктор Мисата. Она дала мне сердце и одежду. Но затем я поняла, что и мама, и папа странные. И? Айра сбежала из дома. Идеально. Но разве тебе не одиноко? Почему? То есть родители есть родители. Я и сам немного скучаю по дому. Есть чувство, которое сложно описать. Но которое я иногда чувствую. Чувствую, не это ли одиночество? Ага, у тебя прям сердце человека, да? Но поскольку в тебе просто загрузили данные, прежде чем ты все поймешь, пройдет какое-то время. Ясно, как я могу избавиться от одиночества? Ну, лично встретиться с родителями. Поняла, но Айре страшно идти в одиночку. И я хочу, чтобы она наше пошел со мной. Конечно. Поняла, тогда мы пойдем. А, Айра, что ты настр... А-а-а! Полетели. Папа! Ну? Мне было одиноко. Кто этот? А-а-а! Видно лицо? Теперь ты понял? А-а-а! Образец номер 02-282. Ай, маскл. Нет, Айра. Это Айра. Что это значит? Кто посмел самолично дать ваше имя моему созданию? А ты? Тебе переделали. Кто? Кто посмел это сделать? Моя мама. Что? Покажи мне ее. Да. Это поможет? Встреча родителей, блин. Боже, посидителей у вас так много. Мама, это я, Айра. Мне было одиноко. О, боже, Айра, дитя мое. Но мы же виделись недавно. Кажется, твое сердце развивается очень хорошо. Конечно же, мои исследования никогда не венчаются провалом. Ты? Так это ты оставляешь жуткие отпечатки пальцев на великолепных произведениях, сделанных другими? Ох, дорогуша, кто этот противный мужчина? А-а-а! Как ты смеешь оскорблять меня? Я покажу тебе, что значит боль. Ах, какие дикости. Если хоть один волосок упадет хоть одного моего любимого дитя, то мы оставим тебя без волос. О, это же супружеская ссора. Кажется, это не совсем то. Они ржут вдвоем. Кажется, они каким-то образом нашли общий язык. Айра, почему-то рада. Ох, этого достаточно? Это сердце, эмоции. Люди, я могу чувствовать. Эм, ну полагаю, заживут все долго и счастливо. Очень счастливо. На наше, у тебя есть сердце. Эм, я могу поднимать чувства других людей, но свои нет. Вот как? Тогда возьми это. Что это? Часи-с... Частичка? Сердце? Айры? Ох, ладно, спасибо. Ну пошли. Да, мама. Папа. Я буду возвращаться домой. Иногда. О боже. Айра, уважай от родителей. Ага. Ну вот, мы с Айрой поговорили. Теперь мы поговорим с Изучи. С Изучи. Тебе что-то нужно? Шум волн помогает, не сосредоточится. Вот и все. Это Изучи. Обычно он собирает здесь ракушки. Самопровозглашенный гений. Хотя я думаю, что он умный. Но боже, он странный. Ему нравится... Хм... То, что не обидит его. И кажется, он слаб. То, что не обидит его. Ему не все нравится. Все горит без кустица. Что ему тогда нравится? Что его не обидит? Какой он наглый. Какой он... Может быть, шарфик? Огромный леденец? Здравствуйте, гений Изучи. Хм... Слышит, как ты зовешь меня так? Раздражающе. Но я же называю вас гением. С этого момента обращайся ко мне нормально, понял? Хорошо, Изучи. Тем не менее, чем больше наблюдаю за тобой, тем меньше тебя понимаю. Разве ты такой же, как остальные простаки? Я считаю себя совершенно нормальным. Нет, ты не нормальный. Вы не первый, кто так говорит? Естественно. Ты даже не пытаешься скрыть это. С трудом верится. Хм... Это не приносит мне никаких проблем. То, что я не особо хочу меняться. Вот как? Так ты отличаешься от других простаков. И образом мысли, и эмоциональное состояние. Это я еще понимаю. Ну, то есть, аэроандроид, апатеты, говорящая собака, и что с того? Они были странными с самого начала. Так что то, что они сами по себе странные, это нормально. Послушай, хорошенько. Ты меня заинтересовал. Среди всех простаков, которых я когда-либо встречал, ты самый странный. Застаньте моим другом, и мы будем вместе. Друг, не смеши меня. Это слово означает равное отношение. Тогда слугой, или питомцем, или подопцем-кроликом считайте меня кем пожелаете. Тогда я подумаю над этим. Однако только в том случае, если ты совершенно полностью вызовешь у меня интерес. Я постараюсь быть очень интересным. Вот как. Но не ясно, сколько времени это займет. Так что ты должен предложить усилия. Между прочим, что бы вы сделали, если бы я, скажем, попытался вызвать у вас интерес с помощью ненормальных действий? Ну да, бы я просто прекратил наблюдать за тобой, и немедленно сообщил бы я тебе в полицию. О, ладно. Но до сих пор я буду наблюдать за тобой, если я пойму тебя, то смогу достичь новых высот. Меня все устраивает. Так что зовите в любое время. На, увидимся. Уйдай, дай. Что же ему нравится? О, лекарство от простуды на все случаи жизни принимаю. Здравствуйте, изучи. Ха. Итак, что же мне делать? Точно, ответь на мои вопросы. Хорошо. Зачем ты живешь? Что? Неожиданно столько философского вопроса. Ха, я перефразирую для того, чтобы мозг простака мог это познать. Ради чего ты живешь? Ради людей. Людей? Кого? Эм, это же не шутка из раздела тук-тук, кто там? Почему ты не живешь ради себя? Потому что в списке моих приоритетов я в самом низу. Ох, но если кто-то просит меня умереть, я задумываюсь над этим. У меня ведь только одна жизнь. Если честно, я бы не удивился, если бы у тебя их было несколько. Тогда я не был бы не то, что человеком. Даже нормальным существом меня сложно было бы назвать. Да, можно поменять местами разум человека и собаки. Так что вероятность того, что разум поменялся с разумом, чего-то внеземного, внеземного, нулевая. Не нулевая. Ах, ну хотите потрогать меня и проверить? Пожалуй. Ох, так вы их прям собираетесь? Не любишь, когда тебя трогают? Нет, если вы это не сделаете, изучи. Ну, это все ради данных. Обычно я не прикасаюсь к мерзким простакам. Ох, правда? Слабое тело, ниже среднего даже для простака. Меня принципы своей жизни. Извините. Конечно, это такой же обычный, как твоя внешность. Ха, чем больше исследую, тем меньше понимаю. Я проголодался. Вот как. Мне нужно время, чтобы обдуматься заново. На сегодня можешь идти. Хорошо, я вернусь. Хорошо, понял. Здравствуйте. Ха. Все еще понимаете меня? Если бы понимал, то не было бы в таком скверном настроении. Вы всегда пройдете угрюмо. Так что любой, кроме меня, с трудом отличит ваше хорошее настроение от плохого. Что это вообще должно значить? Ох, я могу видеть все это в этом мире в цифрах. Проще говоря, я могу прочесть разум людей и их параметры. Так ты можешь анализировать данные других, лишь взглянув на них? Пожалуй, можно и так сказать. Ты с самого рождения обладал этой способностью. Я не очень хорошо помню все свое детство, но думаю, да. Вот как. Тогда это многое пресняет. Например, ты видишь данные с самого рождения, а кроме того, ты мигом можешь понять человека. Как следствие, ты не смог воспитать в себе гуманность. Гуманность? Возьмем простой пример. Эмоции, радость, печаль, злость, чувство юмора. Все это приобретается в процессе развития людских взаимоотношений. Но ты пропускаешь этот процесс. Сразу оказываешься цели. Словно бегун, у которого есть способность к телепортации. И в отличие от обычных бегунов, я не понимаю, нисколько усилий нужно вложить, чтобы достигнуть цели. Никакого это, когда движешься навстречу цели. Говоря простым языком, да. Даже так просто поразительно, что твоя личность была бы настолько искаженной. Ах, ну... Это не комплимент. Но, думаю, я доволен тем, какими являюсь. Вот как. Ты и сам не хочешь меняться. Самому интересно. Когда дело доходит до тебя, то ты всегда отвечаешь смутно, не так ли? Пожалуй, так и есть. Интересоваться собой в последнюю очередь. Но тебе предстоит столкнуться с именцом в будущем. Ради этого тебе стоило воззаботиться о себе. Этот выбор существенно изменит твое будущее, имей в виду. Не каждый день тебя получают настолько... Получают меня столько неопределенным вещам, как эти. Я могу сказать все о любом простаке. Не задирай нос. Понял. Но я нашел кое-что довольно интересное. Мои аплодисменты. Большое спасибо. Мне нужно время, чтобы все обдумать на сегодня все. Хорошо, до свидания. Здравствуйте. Что, снова ты? Ах, мне не стоило приходить. Нет, я просто подумала, что ты тот индивидуум, с которым мне лучше особо не связываться. Это ведь значит, что вы не хотите меня видеть, разве нет? Но это твоя способность. Полагаю, она плохо отразится на твоем здоровье. Правда? Но сейчас кажется, все в порядке. Исходя из всего, что я слышал, кажется, это тяжелая нагрузка на мозг. Возможно, ты не ощущаешь этой нагрузки только потому, что что-то завладело тобой. Что это значит? Это не знаю, даже я. Если бы знал, то, возможно, смог бы уменьшить эту нагрузку. Если эта нагрузка никуда не денется, то что тогда? В худшем случае, ранняя смерть. Хо-хо, я еще должен сыграть во столько игр. Не настолько быстро, уверен после того, как ты начнешь чувствовать боль. Нет, возможно, ты даже ничего не почувствуешь. Вот как, значит, ты должен жить без сожалений. Ужасно оптимистично. Неужели мне нужно быть в печали? Еще одного доказательства того, что ты странный. Ну что ж, начнем же жить без всяких сожалений. Изучи, пожалуйста, давайте дружить. То есть сделайте меня своим подобным кроликом. А, точно. Большое спасибо. Ха, что же это было довольно занимательно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Я готов в любое время. Ясно, я приме это. Что это? Ракушка. Зачем? Награда за то, что ты редкий простак, сумевший повеселить меня. Понял, приму ее. Большое спасибо. Однажды я разгадаю все тайны. Ведь я великий и гениальный. У нас осталась вот эта девушка. Вот эта девушка. А, вот еще же. Вот эта девушка. И этот парень. Четыре человека осталось. Но мы продолжим уже в следующей серии. Остановимся вот здесь. А, ну у нас будет 45 друзей. В принципе, это... Думаю, это так и должно быть. Я еще проверю перед этим. Что же, если вам понравилось, не забудьте поставить мне лайк. Подписаться на канал. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok